алё алё евгений здравствуйте здравствуйте как поживаете как спалось как тебя зовут по-нормальному по-русски или по-белорусски по-русски меня зовут андруха андрей ясно за у всех мудры а лишь блин нажали не соотносится гэта до белорусской прыгалки а так ты будешь каждое утро спрашивать как спалось хорошо спалось а чё мне нужно алё а а што снилась в белоруссии все добра лепшая чему европе ци там у вас у вильне так что все добра ось бачиш мы уже у клубе ядра 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 не договориться уже уже все а ну так чё ты там скажешь ну мирного ядра да у клубе мирного ядра и да рэча калі францы а там ци германия да гэтага шлі десятки 10 годзими то мы пари При нашем президенте наши модели кирования вельми худко это сделали, технологичный суверенитет вельми мощнее. В конце года у нас еще и свои электрокарды появятся, есть чем гонориться, а там, где ты сидишь в эмиратах Прыбалцких, там людей не осталось. Все правильно, Евгений, все правильно. Я веншую тебя с такими достигнениями белорусской державы. А ты уже себе белорусами не лечишь, да? У меня пашпорт есть, я белорус, но я же не лукашист. Ай, 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 а кто ты? Вот я вам скажу так. Тихановец я, я Тихановец и Пазняковец, и Бабарыкиц. Ладно, Пазняковец, это еще классическая белорусская оппозиция. А кто такая Тихановская? Шкода женщина. Ну, мне так самошка, да. Мне так самошка, да. И она была побочным продуктом наших выборов. Ну, это не я сказал. Мой так. Восемь. Ты можешь так передачи сказать свою. Как и сказать, да. Я тебе научил, да. Ну, я могу тебе научить. Понимаешь, Лукашенко так никто не хотел выбирать, что выбрали домохозяйку. Хто выбрал? Хто выбрал? Людзя брали. Эй, я тебе, ну, зараз, да речи, можешь так само меня прорекламать, зараз рыхтую першую серию кроки незалежности, что было, и что мы стартовали, и что мы смогли уже какие вершины осилить. И вот там люди, звичайные люди будут вспоминать, что было. Ты, напевно, еще в космосе был. Якого ты года народжения? Восемься другого. А, ну так повинен уж уж поразуметь, все ж бачил ты. Ну, так я аж поразумел и обрал Тихановскую. Ну, так вось те люди, якем, як вы казали, нас вельмі шмат, шмат людей на вулицах, и саправды голодных людей, это было у початку 90-х. Кошмар. И технологии явно вы можете множить. То ли дело сечас, сечас там намного лучше, да? А же не, ну, як бы вы там не множили беларуский народ, а вот обрал Лукашенко. Обрал, обирая и будзе обирать. Потому что мы бачим, что творится у свете. И я ше, вось, Андрей, хотела бы одну рымарочку только. Да хоть две. Я вот думаю, что вы кажете, там, коуч-менеджеры, там, вось я на вот таких профессиях не ведаю, али человек займается, что ему цікавит, да? Вось там розные психологини. Ну, кажуть, что сте добрая-добрая. Али пасля плецапытання, что вы выбираете, дажымки альбо прайд, и каль вы кажете прайд, мне становится зрозумела. И дякую богу, что вы съехали. Заставайтесь там, и жаль только ваших душ. Так ты шкадуешь нас, Явгений. Явгений, ты нас шкадуешь. Так это вельми добрая. У тебя еще гуманизм остався у голове. Душевность. Не-не, не гуманизм. Гуманизм зараз гэты слова вельми, ну, дрэн, да яхо зараз относится. Гуманизм равно ЛГБТ, да? Биология, запэцкалі. А нема того, что раньше было. Памятаешь такая песня? О, нема того, что раньше было. А памятаешь, калі можно было свою думку меть у Беларуси? Мы робили передачи всякие. И нас не сажали за экстремизм. Свою думку меть у Беларуси. Ну, а глядзі, а зараз ж живе Беларусь нельзя сказаць. Нема того, что было. А это тое-тое. У нас навад ёсь такий часопис навуково-папулярный. Называется «Беларуская думка». Так што, а ты кажешь, думки не льга меть. Усё. Ну, я знаю, уже нема той злости на вас. Ну, технологии с вами спрацвали. И так далей. А леш, ну, дзержавы. Ты не научався дзержавному кераванню? А я уже умею. Усё умеешь? Ну, добро. Лукашенко у поля научился керавать. А я уже умею свою кандидатуру в Литве пропоную. Не, в Беларуси. На чёрт там не Литва. Литва тут всё в парадку, а Беларусь треба поднимать. А что там в парадку? Ну, Андрей, ну давай честно. Ну, что там в парадку? Беларусь поднимать треба. Свет, электричность не горит в вечер, альбо люди экономят не палят. Мы вчера ходили, всё бы горело в вечер. Я ходил вчера, всё горело. Мы приехали в заработки. У нас шмат блогеров из Литвы приехало, живут. Они ж рассказывают, что творится. Одно дело, люди, одна справа. А іншая справа, это ты, кто их ими керует. Там же нема своих литовцев. Ну, ну. Ну, так мо приедёшь паглядзишь. Ёти нема. Мо приедёшь да паглядзить. Ёти нема. Ёвген. Ёвген, надо треба приехать да паглядзить. Ёти нема. Не приеду на меня. Што я там зробили? У санкции, у спис меня унесли. Ну, и добро. Ну, так мы ж зараз паратуем с Вольгой, каб тебе выкраслили, и ты приезжай до нас. Не, не, не. А то будешь, як выкраслить, то что я? Скажут, перабухся? Не, уже давайте. Да чого ж? Треба ж сябраваць суседзями. Ты ж згодн згэцем? Суседзе ад Бога. Я згодзен. И учора наш президент, Александр Егорович Лукашенко, отказал. Ну, некий камень помеж собой мы не повинны там кидать, да? Али уж, што цікаво, польские похороничники... Помежники. Ну, помежники. У вас трошки белорусская... Белорусская мова у нас лепа, у нас наркамовская. Ну, это... У вас тросяночка, Ёвген, тросяночка, чёткая. Ты не соромнися, тросяночки. Гавары, гавары. Ну, тросяночки, это... Ну, не то, я трошки. У меня вельми добрые выкладчики на журфаку ПТУ были. И што такое тросянка вельми добра... Ну, расставили ўсе кропки нады. Так вось, польские, ну, помежники, пограничники, яны паскарцеліся, што мигранты, ну, мигранты, які бягуть за заходніми абяцанками, ты ў людзі, які заход... Ну, ты ж таксамы не будзеш гэта... Ну, ты не будзеш адріцаць гэта... Або тым, што заход... Дамы ближніх дзяржавы, країны... Вомсім, асабліма англосакс... І он рушыць гэта країны для того, што б ослабіць ў тымліку і еврозону. Так ось, яны паскё... Тые польские помежнікі, хай будзе па-твоєму, паскарцеліся, што мигранты їх ветками забрасалі празы чатырох-мятровую стяну. Ну, гэта... Ну, як гэта так? Гэта па-перше. По-друге. В белорусському лесі... Ты ж, напевно, сам лесник, а? Был. Ну, штось ти такой... Был. В белорусському лесі веток не знайдеш. У нас вельми... Вельми, яны... На парк лясы... Падабают. А вы ведайте, какая проблема с тем, што у нас лясы подобные на парк? А какая проблема? А караеда ведайте, откуль юн берет? За захворванье. У нас в Октябрском вырубили полову лясо у праз караеда. Так што гэта за парки такіе? Да шо, як вас кличуть? Як вас імя? Муж, шо? Што, я не так... Размовляю. Вольга Павук, у нас падмена. Моя смена починається. А, вы жонка Андрея, да? Былая жонка, так. Першая, былая жонка. А чому пылая, што его там это... Слухайте, я б хотела задать питание про шифрантов. Што там на традиционных циху? Што на конструктору традиционной семьи? Што вы там на... Слухайте, традиционная семья у нас это батьки с детьми. Так што у нас усе нормально. У нас все по традиции. Это перший. А куда отключилась? Я отключилась. Бля, Андрей. Не, ну я ж не трогал. Нічого не трогал? Да. Не, што отключилась? Ай, тогда я ему перетелефоную. Ты хто вообще? Я его не знаю, он меня так само. Нормально ходит. Вы бесплатный вызов вайбер? Да, да. Ой, на то у хату, супер. На то у хату гэта вельми мне подобается. Ну что? Все. До семи годов ему, как говорится. До семи годов. Слухайте, у меня сегодня так само будет питание. Миновито про мигрантов. Тому что, як бы, може вы читали, что белорусские улады, помежники, следчий комитет, хрэнд на яхто, завели криминальную справу на латышоу. На это, як оно там написали? Это доминирующая идеология, что-то такое. И мне вот хотелось бы у таких людей, які все ведут, отказаны все пытания, запытать, чому все ж таки гэта эмигранты берут и тягнутся у тую Латвию, якая у Заняпаде. Уже нам Евгений сам сказал, что в Литве надо свет не горить. Чого не лезуть эту Литву? Я не понимаю. У Беларуси все колосится, все горить. Чого не лезуть? Ну, я не понимаю. Что, не можно, что ли, колхозики брать? Что, людям работы нема? Бачите, уже занято. Уже.